Здравствуйте! В эфире обзор мировых событий этой недели. С вами Татьяна Брук. Сегодня в выпуске. В ООН впервые открыто отбирают генсекретаря. В Женеве начался новый раунд переговоров по Сирии. МВФ снова понизил прогноз роста мировой экономики. В ООН впервые открыто отбирают нового генерального секретаря. Процесс небыстрый и продлится несколько месяцев. Во вторник Генеральная ассамблея ООН начала слушания, на которых рассматривают кандидатов на пост следующего генерального секретаря. Он придет на смену Пангимуну, чьи полномочия истекают в декабре. Этот процесс впервые проходит открыто, что согласуется с политикой прозрачности ООН. Претендентов девять. Пятеро мужчин и четыре женщины. Те, кто подал свои резюме. Их список виден общественности, и резюме размещены онлайн. В первый день слушания выступили три кандидата. Это глава МИД Черногории Игорь Лукшич, глава ЮНЕСКО Ирина Бокова из Болгарии, а также бывший Верховный комиссар ООН по делам беженцев португалец Антонио Гуттереш. Каждому отводилось по два часа, чтобы представить свою позицию и ответить на вопросы представителей стран, членов ООН. К примеру, Гуттереш на вопрос, что будет являться его главным приоритетом на посту генерального секретаря, ответил, что профилактические меры. «Мы тратим 70% наших ресурсов на сохранение мира в местах, где уже нет мира. Мы видим влияние изменения климата». Других кандидатов заслушают в следующие два дня. Это бывший премьер-министры Словении и Новой Зеландии, а также бывшие министры иностранных дел Молдавии, Хорватии, Македонии и Сербии. Ранее на протяжении 70 лет существования ООН кандидата на пост главы организации в ходе закрытого заседания отбирал Совет Безопасности. Нынешние изменения этой процедуры в ООН называют историческим моментом. Впрочем, последнее слово всё равно остаётся за совбезом. Предварительное обсуждение кандидатур там начнётся в середине лета. На этой неделе после нескольких дней задержек в Женеве стартовал новый раунд переговоров по Сирии. На него возлагают надежды. В среду в Женеве возобновились мирные переговоры по Сирии. Они проходят при посредничестве ООН. Новый раунд открылся встречей спецпосланника генерального секретаря ООН Стафана Демистуры с представителями ведущей оппозиционной группы так называемого «Высшего совета по переговорам». Напомним, пока переговоры по-прежнему являются непрямыми, то есть противоборствующие стороны не общаются друг с другом напрямую. Ранее Демистура побывал в России, Иордании, Сирии и Иране. Там он выслушал мнение представителей этих стран о том, как сделать переговоры максимально продуктивными. В основе повестки дня лежит резолюция Совета безопасности ООН, принятая в минувшем декабре. Согласно ей, переговоры с участием оппозиции и властей Сирии должны привести к формированию правительства, принятию Конституции и проведению всеобщих выборов в течение полутора лет. Прогресс предыдущего раунда переговоров был незначительным. Один из самых острых вопросов – судьба президента Башара Асада. Сам Асад говорит, считает, что в результате женевских переговоров может сформироваться новое правительство Сирии, которое включит оппозицию, независимые силы и лоялистов. При этом президент полностью отвергает идею формирования переходного правительства. Оппозиция пока не очень оптимистично настроена в отношении результативности переговоров, поскольку возможность образования переходного правительства не имеет международной поддержки. Позиции России и США в отношении судьбы Асада различаются, однако обе страны подталкивают и сирийские власти, и оппозицию участвовать в переговорах. Тем временем в среду в контролируемых властями регионах Сирии состоялись парламентские выборы. По словам правительства, они проводятся в срок согласно действующей Конституции. Оппозиция и ряд стран Запада считают голосование незаконным. Как ожидается, делегация властей Сирии прибудет в Женеву в пятницу. Нынешний раунд переговоров должен продлиться до конца следующей недели. Международный валютный фонд в четвертый раз за последний год понизил свой прогноз роста мировой экономики на 2016-й. Каковы причины? Смотрите далее. На 0,2% понизил прогноз роста мировой экономики Международный валютный фонд. Как ожидается, в 2016 году рост глобального ВВП составит 3,2% вместо 3,4%. Об этом МВФ объявил во вторник. Прогноз он пересмотрел уже в четвёртый раз за последний год. Свой доклад под названием «Всемирный экономический прогноз» МВФ публикует дважды в год в апреле и октябре. В документе сообщается, что ухудшение прогноза объясняется замедлением роста ВВП Китая, стабильно низкими ценами на нефтепродукты и хронической слабостью развитых экономик мира. МВФ предупредил, что ухудшение состояния мировой экономики может привести к большей её уязвимости перед потрясениями, такими как обесценивание национальных валют или усугубляющиеся геополитические конфликты. На этой неделе Международный валютный фонд проводит ежегодные весенние совещания со Всемирным банком. На них приезжают министры финансов, руководители крупных предприятий, главы центральных банков, а также представители гражданского общества. МВФ призвал участников встреч стимулировать потребительский спрос при помощи структурных экономических реформ, налоговых послаблений и стимулирующей денежно-кредитной политики. «Во многих странах низкий рост зарплат и увеличение социального неравенства создали общее ощущение, что экономический рост – это привилегия экономической элиты». МВФ также в два раза снизил прогноз роста экономики Японии – до половины процента. Для Бразилии оценка роста ВВП также была снижена и составила 3,5% вместо предыдущих 3,8%. Для США прогноз также был понижен. Он сократился с 2,6% до 2,4%. Прогноз для Китая, наоборот, вырос и составил 6,5% благодаря объявленным ранее мерам по стимулированию экономики. Однако, по словам экспертов, рост в Китае всё равно будет ослабевать, поскольку страна находится в процессе перехода к экономике потребления. «Мы беспокоимся, что некоторые из этих мер примут форму роста максимального размера кредита, а также поддержки секторов, которые находятся в упадке и недостаточно продуктивные. То есть, в отношении роста мы больше обеспокоены качеством, а не количеством». Что касается прогноза роста российской экономики, его МВФ тоже ухудшил третий раз за год. В сирийский город Пальмира, который отбили у боевиков ИГИЛ, начинают возвращаться жители. Люди говорят, надеются, что смогут восстановить привычную жизнь. Жители Пальмира, которые бежали из города во время наступления ИГИЛ, теперь начинают возвращаться в родные дома. Сирийская армия восстановила контроль над древним городом 27 марта. Абдула – один из тех, кто вернулся. «Если наше имущество и предметы быта сохранились, тогда мы вернёмся и восстановим наш быт. Я со своей семьёй начну новую жизнь с нуля. Но если ничего не осталось, то всё, что я смогу сделать – это верить и надеяться». После ухода боевиков проводилась масштабная операция по разминированию города. Боевики оставили после себя тысячи мин и планировали взорвать их одновременно, когда в город зайдёт армия. Однако осуществить это не смогли. В городе обнаружили массовые захоронения, в которых были в том числе и обезглавленные тела. Как сообщают правительственные силы, эти люди, скорее всего, были убиты после того, как боевики ИГИЛ захватили город. Сирийская армия также отбила некоторые другие города близ Пальмиры. Бои в регионе продолжаются. На прошлой неделе президент Сирии Башар Алясад призвал ООН и другие международные организации помочь в восстановлении Пальмиры, внесённой в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Как стало известно, боевики полностью разрушили знаменитый 2000-летний храм Белла. И теперь, по предварительным оценкам учёных, он не подлежит восстановлению. При этом некоторые части римского театра остались нетронутыми. Городской музей, в котором хранились многие артефакты, был разграблен, а древние статуи разбиты. Далее в выпуске. Вада допустила незначительное содержание мельдония. Учёные попробуют узнать, что убило динозавров. В Париже открылась выставка «Джеймс Бонд 007». Масло из молока яка – традиционная пища тибетцев. Всемирное антидопинговое агентство объявило так называемую мельдониевую амнистию. Оно сообщило, что за употребление запрещенного препарата мельдоний накажет не всех. Дисквалификация грозит не всем спортсменам, в чьих допинг-пробах обнаружили мельдоний в период с 1 января по 1 марта этого года. О смягчении требований объявило Всемирное антидопинговое агентство. Это связано с тем, что следы препарата могли остаться в организме атлетов и после прекращения его приёма. Запрет на мельдоний вступил в силу в этом году. Дисквалификации избегут спортсмены, в чьих допинг-пробах мельдония было менее 1 микрограмма на миллилитр. При объёмах от 1 до 15 микрограммов на миллилитр пробы будут исследовать дополнительно, чтобы определить время приёма запрещенного препарата. Подвергнут повторным обследованиям и пробы, которые были сданы после 1 марта, и в которых также обнаружили мельдоний в объёме более 1 микрограмма на миллилитр. Однако расследование продолжится в отношении всех атлетов, признавшихся в употреблении препарата после 1 января. Мельдоний обнаружили в допинг-пробах 40 российских спортсменов, в их числе теннисистка Мария Шарапова. Она сказала, что принимала препарат последние 10 лет из-за проблем со здоровьем. При этом спортсменка не знала о запрете, поскольку по её словам не прочитала информационное письмо Всемирного антидопингового агентства. Есть вероятность, что Шарапова тоже может попасть под амнистию. Запрещённое вещество также обнаружили в крови пловчихи Юлии Ефимовой, фигуристки Екатерины Бобровой, конкобежца Павла Кулижникова и других российских спортсменов. Всего же положительные результаты на Мельдоний выявлены в допинг-пробах более 150 атлетов из 15 стран. Международная команда учёных попробует выяснить, почему вымерли динозавры. Для этого они пробурят скважину в Мексиканском кратере, который, как предполагается, образовался 65 миллионов лет назад из-за падения астероида. Почему исчезли динозавры, попытается выяснить группа исследователей из разных стран. Для этого они пробурят скважину длиной в полтора километра в кратере Чиксулуп на полуострове Юкатан. Образовался кратер, как предполагают учёные, около 65 миллионов лет назад из-за падения метеорита размером с небольшой город. Время падения близко к тому периоду, когда начали исчезать динозавры, морские и летающие рептилии, а также другие животные и растения. Есть несколько версий того, почему началось массовое вымирание. Учёные, которые будут проводить исследования, придерживаются так называемой гипотезы импакта, то есть падения метеорита. Гипотеза состоит в следующем. Удар астероида вызвал цунами высотой от 50 до 100 метров. Волна при этом ушла вглубь материков. Из-за ударной волны по всей планете также вспыхнули лесные пожары. В атмосферу поднялись сажа и угарный газ. На несколько лет Земля оказалась закрытой от Солнца. Из-за недостатка света у растений замедлился фотосинтез. Они стали вырабатывать меньше кислорода. Всё это вызвало климатические изменения, похожие на ядерную зиму. «Последствия удара метеорита привели к вымиранию примерно 75% видов живых организмов, существовавших в тот период. То есть три из четырёх видов исчезли. Это был переход эры динозавров к эре млекопитающих». Ударный кратер Чиксулуп – один из крупнейших на Земле. Его диаметр примерно 180 километров. Бурение скважины пройдёт в затопленной части кратера в 30 километрах от берега. Учёные исследуют образцы пород, образовавшихся на границе геологических периодов. Это поможет понять, что происходило после удара метеорита и как восстанавливались живые организмы после его падения. На исследование выделено 10 миллионов долларов. В экспедицию входят учёные из США, Великобритании и Мексики. Извлечённые образцы будут делить на две части. Одну из них подвергнут анализу. Другую отправят в специальное хранилище Международного университета в Техасе. Там образцы будут находиться, пока не понадобятся для новых исследований в будущем. Греческие власти в преддверии туристического сезона пытаются уговорить беженцев в порту Перей переехать в официальный центр. Убрать из гавани нелегальный лагерь планируется до 1 мая. Правительство Греции планирует освободить порт Перей от нелегального поселения беженцев до начала туристического сезона. Уже к 1 мая здесь не должно остаться ни одной палатки. А пока перед властями стоит задача убедить мигрантов переехать в официальные центры. В греческой гавани поселилось более 4 тысяч беженцев, и живут они здесь в очень плохих условиях. «Дети моего брата лежат в больнице. Трое моих малышей болеют. Я беременна и тоже больна. Мы ехали сюда, надеясь на лучшую жизнь. Думали, будем жить в комнатах. А нам дают заплесневелый хлеб и кругом грязь даже в туалетах». В минувшую субботу береговая охрана распространяла среди беженцев брошюру на арабском, фарси, английском и греческом языках. В ней сказано, что путь в Западную Европу закрыт. Мигрантам предлагают перебраться в официальные центры, где им будут оказывать бесплатную медицинскую помощь и выдавать питание. Покинуть порт согласились пока только 365 человек. Некоторые другие мигранты также готовы переехать. Однако сначала хотят убедиться, что в лагере условия жизни будут лучше. В Греции в настоящее время находится более 50 тысяч беженцев из Африки, Азии и Ближнего Востока. Изначально они планировали достичь Западной и Северной Европы. Однако после закрытия границ не могут двигаться дальше. До этого мигранты шли по так называемому «балканскому маршруту», который начинался в Македонии. В марте после саммита ЕС-Турция, на котором участники договорились остановить нелегальную миграцию, Словения, Хорватия и Сербия закрыли свои границы. Их примеру последовала и Македония. В России резко возросло число должников по кредитам. Такие задолженности имеют почти 40 миллионов россиян. При этом делать выплаты по обязательствам в состоянии лишь 8 миллионов. В России стремительно растет задолженность граждан перед банками. За последние два года она увеличилась в два раза и составляет 900 миллиардов рублей. В должниках более половины экономически активных граждан страны. Многие, особенно в период кризиса, видят выход в открытии новых займов. Так более 7,5 миллионов россиян обслуживают три и более кредитов. Средняя сумма задолженности превышает 200 тысяч рублей. Кто-то остается без работы, у кого-то уменьшается заработная плата, изменился расчет средней заработной платы. В первую очередь люди обслуживают коммунальные долги, лекарства, приобретают необходимые продукты и питание. И, конечно, на расчеты с кредиторами уходят остатки. Поэтому увеличивается количество дел судебных, количество исполнительных производств. Лидеры по количеству открытых кредитов – жители Алтайского края, Магаданской области и Якутии. В немалой степени причина – низкая финансовая грамотность населения. Согласно данным Объединенного кредитного бюро, самые высокие темпы роста просрочки у валютных ипотечников. Если ранее этот сегмент отличался стабильностью выплат, то в 2015 году из-за резкого скачка курса валют доля их неоплаченных долгов составила почти 60%. Сумма задолженности у них увеличилась в два раза. То есть они платили, 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 они приобрели жилье на территории России и остались еще должны и остались с риском потери этого жилья. Большинство из них – это тот самый средний класс, который нужен России. То есть они не ожидали в очереди. Они планировали и рожали детей. Они приобретали жилье, не ожидая ничего от государства. Согласно опросу портала «Суперджок», подавляющее большинство россиян считают кредит прямым путем к разорению. Позитивно этот финансовый инструмент в основном оценивают те, чей доход превышает 45 тысяч рублей в месяц. Тот, кто правильно рассчитывает свои финансы и умеет пользоваться досрочным погашением, тот, скажем так, выигрывает в некоторой степени, приобретая кредит. Мне проще накопить, наверное, отдать стоимость сразу, чем выплачивать постепенно. Мне просто принципиально влазить в проценты не хочется. Не беру, во-первых, потому что это однозначно кабала, а второе – берешь чужие и отдаешь свои. Эксперты указывают на несовершенство законодательства. В России действует закон о банкротстве физических лиц. Однако воспользоваться им могут лишь те, чья сумма задолженности превышает 500 тысяч рублей. Таких лиц – около 600 тысяч. Это около полутора процентов от общего числа заемщиков. При этом нужно быть готовыми к высоким судебным издержкам, доходящим до 20 процентов от суммы долга. Если банк, забрав квартиру, считает, что ему заемщик еще остается должен, предположим, сумма более 500 тысяч рублей, то у человека есть возможность в соответствии с законом о банкротстве подать на банкротство и пройти процедуру, которая, безусловно, будет стоить порядка 100-150 тысяч рублей для него лично. Но в таком случае он освободится от долгов, которые предлагает предъявляет ему банк. Но и квартиру, которую... И квартиру он потеряет уже. Других возможностей избавиться от кредитной кабалы эксперты пока не видят. Австралийская исследовательница разработала новое приложение в формате видеоигры. Оно поможет школьникам с аутизмом учиться в обычных классах. Стимулом для женщины стал ее собственный сын, который тоже страдает аутизмом. Жительница Австралии Энн – аспирант и мать четырех детей. Недавно она разработала приложение, которое поможет детям с аутизмом учиться в обычных школах. Ее восьмилетний сын тоже страдает аутизмом. Женщина видела, с какими трудностями он сталкивается во время занятий и решила помочь ему, а также другим детям с подобной проблемой. Ему очень сложно просто писать. Люди с аутизмом плохо пишут и плохо знают правописание. Дизайн приложения напоминает видеоигру. Программа включает задания по написанию текстов, которые сопровождаются элементами, снижающими волнение детей с аутизмом. Но пользоваться программой может и весь остальной класс. В таком случае ребёнок с аутизмом не будет чувствовать себя изолированным. «Если я смогу доказать, что школьники создают более качественные тексты, используют больше слов и получают всё больше мотивации, чтобы писать, тогда это сможет заложить основу для улучшения результатов обучения для многих людей с аутизмом». Но на одном приложении женщина не остановилась. Она организовала курсы для молодых людей с аутизмом, на которых их обучают создавать музыку, а также заниматься видеомонтажом и графическим дизайном. В мае пять австралийских школ примут участие в тестировании нового приложения. В продажу оно поступит в сентябре. После этого любая школа сможет его скачать, чтобы использовать для детей с аутизмом и без. «Детям с аутизмом просто нужны определенные инструменты, и тогда они смогут очень многого достичь в жизни». Энн говорит, самое главное, чтобы все в классе работали сообща. Эксперты используют спутниковые снимки, чтобы следить за состоянием виллы Адриана, одной из самых впечатляющих императорских резиденций времен Римской империи. Вилла, внесенная в список ЮНЕСКО, находится близ Рима и включает бассейны, ванны, статуи и сады. Эту виллу римский император Адриан построил во II веке н.э. Сегодня она считается символом Римской империи на пике её расцвета. Она монументальная, роскошная, изысканная и величественная. Находится в городе Тиволи в 28 километрах от Рима. Занимает площадь в 1200 гектаров и включает разнообразные строения, сады, храмы, ванны и дорожки. В 1999 году вилла была включена в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Но следить за состоянием древности непросто. Чтобы решить проблему, был запущен новый проект. Теперь за виллой наблюдают при помощи спутника, который вращается вокруг Земли. Так эксперты получают необходимую информацию. «Мы фокусируемся на двух аспектах – факторах риска, которые обусловлены старением, а также на анализе состояния сохранности культурного объекта с точки зрения экспертов». Учёные говорят, под особым наблюдением бассейн со статуями и строение возле него. «Вилла находится на уникальной местности. На неё могут влиять близость к дорогам и шоссе, урбанизация, гидрогеологические факторы, а также в меньшей степени посещение туристами. Мы хотим узнать больше о существующих рисках, чтобы лучше сохранять объект». В настоящее время историки изучают изображения со спутников, сделанные в предыдущие годы. Потом они сравнят их с недавними снимками. Особое внимание уделят новым постройкам, появившимся в районе виллы с 2001 по 2015 годы. Программа также включает наблюдения за виллой при помощи дрона. Узнать больше об истории создания фильмов о Джеймсе Бонде теперь можно в столице Франции. Там открылась специализированная выставка. Давайте посмотрим. Выставка, посвящённая фильмам о Джеймсе Бонде, открылась в Париже. На ней представлены оригинальные костюмы, декорации, а также отрывки из фильмов, смонтированные в отдельные мини-картины. Они показывают процесс создания серии фильмов о шпионе 007, который охватывает период в более чем полвека. «Хиная эпопея» появилась благодаря писателю Яну Флемингу, который придумал персонажа Джеймса Бонда, агента британской разведки Ми-6. Первый фильм вышел на экраны в 1962 году. На сегодняшний день это самая продолжительная серия картин, объединённых под одной франшизой. Всего на экраны вышло 24 фильма о Бонде. «В фильмах о Джеймсе Бонде структура очень похожа. Бонд всегда идёт в офис Ми-6, всегда отправляется в отдел, где его вооружают. Он обычно идёт в казино, отправляется на задания в экзотические места, сражается со злодеями. И в фильмах обычно есть снежные погони. Мы решили последовать по стопам Джеймса Бонда и передать эту структуру выставке». Выставка сконцентрирована в основном вокруг костюмов. Организаторы пытались передать классический стиль Бонда. «Нужно помнить несколько правил, которые обеспечили 50 лет успеха Бонда. Нужно помнить, что Бонд – английский джентльмен, работающий на Её Величество. Поэтому он одет в рабочий костюм, который очень элегантный, как у джентльмена. У него идеальная обувь, и он постоянно встречает опасных и соблазнительных женщин». Прогулявшись по выставке, посетители смогут проследить, как менялись костюмы Бонда последние десятилетия. Экспозиция работает до 4 сентября. На севере Норвегии и Швеции прошёл ежегодный заезд на собачьих упряжках. Мероприятие было создано под впечатлением от подобного заезда на Аляске, но рассчитано не на профессионалов, а на всех желающих встретиться лицом к лицу с суровой полярной природой. Два десятка смельчаков испытали себя на выносливость в ходе уникального заезда. Они преодолели около 300 километров пути по арктической тундре Норвегии и Швеции на собачьих упряжках. Мероприятие проходит ежегодно и называется «Фьелл-Ревен-Полар». Маршрут проходил за полярным кругом. Начался в норвежском Сигнал-Далене, а завершился близ лесов шведской Лапландии. Погодные условия здесь обычно достаточно суровые. Хотя в апреле погода зачастую предсказуемая и сюрпризов не преподносит. Мероприятие зародилось ещё в 90-х годах прошлого столетия. Ведущий шведский наездник на собачьих упряжках Кен Фьельборг, принимавший участие в знаменитых гонках на Аляске, загорелся идеей создать что-то подобное в Швеции. Он и ещё один энтузиаст Акен Норден решили организовать соревнования, которые были бы доступны всем, не только профессионалам. Так и появился Фьель Ревен-Полар. С недавних пор он проходит не в виде состязания, а как заезд, где все участники помогают друг другу. Заявку на участие может отправить каждый. Потом победителей определяют путём интернет-голосования, а также при помощи специальной комиссии. Отобранные кандидаты проводят четыре дня наедине с суровой природой Севера, ну и, конечно, с дружелюбными хаски. Удивительно! Я так счастлива! Масло из молока яка на протяжении тысяч лет входит в рацион многих жителей Центральной и Южной Азии. На Тибетском Нагорье оно и сейчас остаётся основным продуктом питания. А домашние яки вот уже три тысячи лет остаются главными кормильцами жителей Тибетского Нагорья и близлежащих регионов. Здесь, в китайской провинции Ганьсу, фермеры также решили заняться разведением этих животных. Но яки – это не только мясо и шерсть. Они дают людям ценный продукт питания – молоко. Оно почти в два раза жирнее коровьего. Из ячьего молока скотоводы делают сыр и масло, которое может храниться целый год. Яков доят несколько раз в день, поскольку молока они дают немного. Потом женщины переливают молоко в специальные кастрюли с двумя желобками. У этого устройства два носика. По одному стекают сливки, а по другому – молоко. Из него можно сделать сыр. Чтобы получить масло, сливки долго взбивают в специальном мешке, сделанном из козьего желудка. Такое масло входит в состав традиционных тибетских блюд. Например, из чая, воды, соли и ячьего сливочного масла готовят напиток часуйма. А если масло смешать с обжаренной ячменной мукой, финиками и кунжутом, то получится цампа – основная пища тибетцев. «Масло из молока яка очень важно для нас. Мы можем приготовить из него много блюд». Дава и его компаньоны начали разводить яков в 2013 году. Начинались 90 голов. Сейчас в их стаде 150 яков. За год скотоводы производят около 500 килограммов ячьего сыра и примерно тонну масла. Продукцию продают местным жителям и тибетским монахам. «Цена здесь дешевле, чем в тибетском автономном районе. 500 граммов масла у нас стоит 4,5 доллара, а там 11 или 12. Мы поставляем ячье масло в близлежащие монастыри». Масло из молока яка по текстуре похоже на сыр. Поэтому монахи используют его для изготовления религиозных скульптур. В частности, их делают к тибетскому Новому году, который называется ласар. Такие скульптуры порой могут достигать 10 метров в высоту. Поклониться им в праздник приходят местные жители, а также приезжают верующие из других стран. Сыр и масло из молока яка в силу своей питательности очень важны для жителей горных регионов, где мало растительности и животных. А щедро добавленная в традиционные блюда соль помогает предотвратить обезвоживание организма и нормализовать давление. Это был обзор мировых событий. С вами была Татьяна Брук. Наши новости смотрите ежедневно на сайте nttv.ru. Увидимся через неделю. Редактор субтитров А.Семкин